Друзья, нам часто строительные компании рассказывают о том, какие у них отличные строительные комплексы возводятся, и о том, как будет хорошо в них жить. Однако, они не всегда упоминают о том, с какими сложностями сталкиваются будущие жильцы, покупая жилье в таких кварталах, где нет мест в школе, где не построены детские сады, и где, собственно, будет перегружена инфраструктура, ну, например, не будет парковки, да. Таких примеров я в Уфе снимал уже достаточно много, и вот сейчас я хочу начать серию обзоров на такие вот как раз-таки жилищные комплексы. Но начну я с ЖК «Сапфир». Вот он за моей спиной, огромнейший комплекс. Жилой комплекс комфорт-класса «Сапфир», о котором я хочу вам сегодня рассказать, находится в одной из лучших локаций города, в пяти минутах от фирмы «Мир». Рядом находятся офисы банков, магазины, рестораны, кофейни, супермаркеты, пункты выдачи и, главное, фирмы «Мир», где есть кинотеатр. Я даже немного завидую будущим жителям данного комплекса. Меня зовут Гузель, я эксперт по недвижимости группы компании «Жилой квартал». Бывший микрорайон «Молодежный», некоторые его называют район Бессонного, где находилась БТИ, да, «Муравейник». Он тоже некрасивый, обычно туда не лезли, очень дионико, ни один из застройщиков не шел туда с расселением, очень много надо было тогда выселять, да и были свободные пятна. Одно дело, как говорится, вы берете уголочек, другое дело, вы берете весь этот микрорайон под некую, скажем так, благоустроительную программу. Но у нас там видно, что кусочек не чует. И взяли кусочек, который, скажем так, менее обременен жилыми и прочими строениями, не очень подумав о дискомфорте, скажем, других людей. Но, если честно, они даже двинуться не могут, там же все-таки республиканская собственность и расположение ГКУ БТИИТ потребует выкупа этих территорий. Ну, наши застройщики экономят, как обычно. Что я хочу точно подчеркнуть. Зная вот эти соседства, я могу точно сказать, республика им это согласовала. То есть, сам Минзем согласовал ЖК Сапфир. Такое расположение, потому что рядом лежащие заборы и, скажем так, межа, они на конце требуют согласования, скажем так, пострадавшей стороны, или которая может пострадать, как минимум, уведомления о проводимых работах. На сегодняшний день ЖК Сапфир – динамично растущий квартал. Они почему-то с уверенностью садятся на имеющуюся там сетку, которые, ну, скажем так, застройщики, которые заходили ранее, лет сать назад, делали ее под себя. И не факт, что рассчитали, что когда-нибудь там появится и ЖК Сапфир и так далее. Я вчера ездила в приемную президента Российской Федерации на ЦУРЮП-100, отвезла туда диск, на котором записи всех наших аварийных ситуаций, которые здесь происходят. Коммунальные сети, кроме социальной инфраструктуры, коммунальные сети изношены до 80-90%. И как собираются такое количество домов усадить на те же старые сети? Потому что, насколько мы видим по городу, вопрос не решается. Новые коммунальные сети, они просто не прокладываются. У нас старое ЦТП, которое еле тянет нагрузку. Мы все время с авариями, постоянно на связи с тепловой инспекцией, горячая вода просто не доходит до домов. Приходится друг с другом созваниваться, где авария, внутри дома или внутри квартала. Канализационные истоки. У нас практически 5 раз в неделю река течет канализационная. Новый жилой комплекс Сапфир – драгоценная находка для тех, кто выбирает настоящее качество и подлинный комфорт, находясь в центре событий. Он расположился на пересечении улиц Комсомольска и Бессонова, в непосредственной близости от всех главных дорог Уфы. Могу сказать точно так же, что как только сядет ЖК Сапфир, он потихоньку, конечно, начнет захватывать прилегающие территории, но жертвовать своими площадями на дорогу никто не будет. А вот это будет уже приговор всему транспортному узлу по улице Комсомольской. Наверное, они рассчитывают на перспективу, скажем так, что люди успеют выскочить на восточный выезд. Но да, это тоже честно. Предпосылок таких пока нет. Вот этот необходимый участок, скажем, округа Гали для того, чтобы превратить восточный выезд в полноценную магистраль, соединяющую М5-М7, он тоже пока не сделан. Поэтому Сапфир строится, как только он начнет заселяться, нас ждет транспортный коллапс. И дальше он будет строить и строить там многоэтажные дома. Транспортные, сетевые проблемы. А люди пострадают, которые сегодня, может быть, решили и вовсе никогда оттуда не переезжать. В шаговой доступности находятся магазины, фитнес-клуб, прогулочный сквер, торгово-развлекательный центр «Мир», медицинские учреждения, школы и детские сады. Мы обращались в приемную к полпреду президента по поводу того, что уничтожался детский сад на Железняцкой. И вот я в Фейсбуке сбросила полный пакет документов на страницу Хабировой программы «Инцидент». Павел Самойлен эту жалобу взял первое к рассмотрению, так как она касалась большого количества людей. Через несколько дней мы видели сюда, приехали люди, хорошо одетые, такие все представительного вида. Но они все посмотрели, пробежались, сделали заключение. И нам повезло, было решение старый детский сад снести, хотя уже там была застроечная площадка. И вернуть детский сад на место, 240 мест, хороший детский сад, прям буквально снесли, за год и три месяца его построили. Прям в декабре был снос, а в марте через год уже стоял новый детский сад. Мне передали, что вам нужна поликлиника, правильно так? Поликлиника. Других заявок я не услышал. Больше вам скажу, туда не посадите. Нет, туда вы ничего не посадите, кроме поликлиники. И то, его посадить можно только на первых этажах. Объясняю сейчас, почему отдельно его нельзя делать. Если его сейчас отдельно поставим в поликлинику, землю съедает поликлиника, все, туда никто не зайдет. Экономически невыгодно будет. Еще с древних времен, благодаря его глубокому чистому оттенку и прочности, сапфир считался камнем правителей, полководцев и императоров. И был символом уникального статуса. Уникальным статусом лично я не обладаю, наверное, как и большинство уфимцев. Поэтому то, что заявлено в рекламе, мне как-то не очень-то подходит. Возможно, поэтому я и не вижу смысла обсуждать расположение квартир и их планировку. Пойду дальше искать стройки Уфы, где есть интересные объекты. А вот всем тем, кто хочет купить здесь квартиру, я бы порекомендовал задуматься над тем, куда вы поведете учиться и лечиться свое чадо. Мне кажется, я даже придумал новый слоган для ЖК Сапфир. Смотри на всех с высокой горы. ЖК Сапфир. ЖК Сапфир. ЖК Сапфир.